У меня папа военный, но папа был очень добрый, а мама строгости растила. И все гуляли, а я в школах, художественной, музыкальной, на курсах, на гимнастике где-то была. Благодарна безумно за это маме, потому что это такое фундаментальное образование, которое девочке нужно. Я родилась в Снежинске, это маленький городок, военный городок, закрытый, то есть оттуда сложно выехать и тяжело попасть по пропуску специальному. Выросла в лесу, грубо говоря. Я когда закончила школу, я переехала в Екатеринбург. Три года подряд меня звали на конкурс на Мисс Екатеринбург. И в один момент у меня все разъехались, друзья, родители летом, а там подготовка месяц. Меня берут, я выигрываю в Мисс Екатеринбург, я приезжаю на Мисс Россию, которая проходит в Москве. Выигрываю в Мисс Россию, я прям помню этот момент. Называют в третье место, называют второе место. Я стою, смотрю на родителей, я думаю, ну ладно, ну нет, так не значит, другой у меня путь какой-то. Называют мое имя, а я продолжаю стоять, смотреть на родителей. Я по их выражению лица поняла, что что-то сейчас на сцене произошло, то есть у меня просто пролетело мимо головы. У меня папа вот так с мамой на меня начинают смотреть, и у меня девочка, подружка рядом стоит, вот тыкает, говорит, иди, типа, корону, иди восьми, получай. Меня сажают в машину, я говорю, что теперь-то делать-то мне нужно. Они говорят, ну как что, ты теперь переезжаешь в Москву, живешь в Москве, у тебя контракт. Я говорю, какая Москва, у меня все там, у меня учеба, друзья, родители, моя любовь, все там. Мы едем на автопати, оно мне даром не сдалось, у меня шок. Я прям помню этот момент утром, звоню своему молодому человеку, он говорит, ну и оставайся там. Как так можно вообще? У меня прям весь мир обрушился. Конечно, мы с ним потом продолжили общаться, полгода там встречались и расстались. Самый интересный вопрос, если доктор злова. Первое, второе, третье место не покупается на Мисс Россия. Если вдруг ты начнешь кому-то что-то, про кого-то где-то что-то говорить, там, стекла не стекла, ну, что еще там делать, за волосы дергать. На утро, до свидания, пакуешь свой чемодан и уезжаешь к себе туда, откуда ты приехала. Это очень строго. На Мисс Мира никто не парится вообще. Че хочешь, сделай. Да никогда ты что, я такая страшная была. Я, допустим, весила намного больше, чем я вешу сейчас. Стоит мне съесть это пирожное, какой-нибудь Наполеон мой любимый. Мне все идет вот сюда в этот пояс, и вот это я называю пеликашу. Моя пеликаша. Покормить пеликашу. Честно тебе скажу, я до сих пор не понимаю, почему мне иногда говорят, боже, ты такая красивая. И мне хочется, чтобы этот человек замолчал. Быть идеальным, мне кажется, не нужно. Это очень скучно. Это никому не нужно, никому не интересно. В первую очередь тебе это не интересно. Далеко не идеальный человек. Ну да, я не курю, но там я могу себе позволить выпить из-за своих друзей. Вот с парашюта я никому не света. Я прыгнула один раз, я хотела всю жизнь прыгнуть. Нет? Нет? Надо хоть раз в жизни. Нет? Американские горки. Тоже? А в Феррари парке так круто. Самая быстрая горка в мире считается. Я подружку затащила, которая боится вообще всего этого. Я говорю, давай там за попкорн поехали, там за банку попкорна. Она садится рядом со мной, говорит, София, ну держи меня за ручку. Я говорю, какая ручка? Держись за поручни. Она вот так хватается за поручни, на меня смотрит. И эта горка, я не знаю сколько километров, разгоняешься. Если ты что-то не снял, кольца, которые на тебе, ну, плохо сидят, из кармана что-то не вытащил, у тебя все вылетит. Потому что тебе по-разному вообще. Это очень круто. Я поняла, что извиняться надо, когда действительно ты сожалеешь о чем-либо. Извиниться перед родителями, когда я понимаю, что я не права, это я всегда сделаю. Но в плане отношений мне пока что тяжело. Счастье в свободе. Вот ты даешь свободу человеку, ты даешь свободу выбора. И если при этой, при всей свободе человек остается рядом с тобой и выбирает тебя, это наивысшее, я считаю, точка отношений. Не надо выходить замуж, потому что вроде как надо. Двадцать четыре года ты еще не замуж? Да, это мне мама говорит. Какой ужас. Я когда, приехала с конкурсами с миром. Мне звонят после конкурса и говорят – а приди попробуййся на пробу. Я говорю – какая из меня актриса? Они говорят – да приди. У тебя полное сходство с твоей героиней. Я прихожу, говорю – да, она же тут всех убивает, травит и всех ненавидит. И мужа своего убивает. Я говорю – это я. Они говорят – а как? Нет. Я когда приходила на площадку рано утром и уходила под ночь, я понимала, что весь этот день длится как один час. И я поняла, что это самое крутое, что я делала в своей жизни. Если честно отвечать на этот вопрос, что я хочу делать? Я хочу наслаждаться жизнью. Я хочу найти себя. В комедии хотела бы сыграть. А вообще я безумно люблю фильм Анны Каренины. Актерское дело, это то, что доставляет мне безумное удовольствие. Я буду над этим работать. Но с другой стороны, я понимаю, что это так же, как быть доктором. Ты должна быть полностью вся в этом. Это очень тяжело. Я просто знаю своих некоторых подруг. Они рожают в театре, женятся в театре, живут в театре. Хочу ли я этого, не знаю. Но на данный момент это самое крутое, что я делала в своей жизни.